Для нас это был первый матч вообще. Мы не так давно собрались и не так много провели вместе в этом составе. Часть игроков сюда уже приехала, два игрока из КХЛ. Кто был вместе с КХЛ на сборах, два игрока из МХЛ. Несколько ребят на просмотре у нас русских. Понятное дело, что нам было тяжело, потому что вообще первый матч, где-то мировая дисциплина хромала в плане того, что в топтическом плане ребята немного играли в разнобой. Но порадовало то, что старались, старались и не развалились до конца. В первом периоде было очень тяжело, во второй уже получше полегче, хотя соперник владел территориальным преимуществом. Всего создал несколько голевых моментов. Конечно, было бы здорово, если мы в конце могли забить в ближайстве. Но где-то не повезло. Ну, я думаю, что важно, конечно, и хотя бы серию пулитов здесь позитивный конец. То есть ребята немножко стали улыбаться в раздевалке, шутить, что то забил, то не забил. Конечно, это важно, я считаю, что для поднятия морального духа команды после поражения мы выиграли серию пулитов. Думаю, что это важно для кого-то. Во-первых, спасибо гостям, что приехали на турнир. Он, во-первых, сразу же придал статус международного. Китайцы, наверное, здесь никогда не играли, поэтому еще раз спасибо за то, что приехали. Во-вторых, мы этим составом тоже проводили первый матч при домашних трибунах, при зрителях местных. Поэтому тоже в начале игры был небольшой, если не мантраш, наверное, суета. То есть ребята хотели себя проявить. Такой первый период получился очень быстрый. Хорошо, что получилось забить. Опять же, забили пять на четыре удачно. Но при этом, как уже сказал наставник соперников, мы владели преимуществом, но это в качество не перерастало. То есть много катались шайбы, много двигались, но опасных моментов было не так много. Поэтому нужно над этим работать. Будем посмотрим все, будем разбирать, где-то для некоторых сочетаний делать определенные акценты, чтобы больше работали подворотами, на пятаке нападающие, более акцентированно бросались защитники. Ну, а так хорошая боевая игра получилась, хорошая спайка. Ну, Вадим готов, но сказать, что на сто процентов, наверное, нельзя. Мы его стараемся и, если вы заметили, пять на четыре упускать четвертым нападающим. То есть у нас один защитник играл в этом сочетании. Даем ему много игрового времени, но, опять же, все равно он еще не готов на сто процентов. Будем его все равно потихоньку проводить. Завтра подумаем, а не будет он обратить. Идем.